Ну, не совсем я понял вопрос, что такое ОИП частные предприятия, это которые... Показины, там, любые... Обязанность каждого, не только физического, но и юридического лица иметь на руках основания ордер для вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов. Это наша с вами обязанность. Если мы даже как физическое лицо проживаем в частном секторе, мы должны заключить договор и вывозить свой мусор на основании схемы утилизации твердых коммунальных отходов. Тем более, если это какое-то предприятие, либо это какая-то торговая точка и магазин, тоже они должны иметь на руках основания, то есть договор, по которому вывозится их мусор с их территории. Об этом они также, как управляющие компании, должны были позаботиться заранее. Некоторые управляющие... А не были управляющие о том, что, ну, теперь, будет проберевненный или убеременный оператор, а нужно перезаключать какие-то договоры? Ну, смотрите, этому законодательному акту очень много времени. Значит, законодательные акты этого населения доводятся, любой законодательный акт, тем путем, который определен законодательством. Это информация на телевидении, это публикация в СМИ, в газетах. То есть мы же сегодня не доходим, и каждому пенсионеру не говорим, вы знаете, грядет пенсионная реформа. То есть из этого жители страны, они узнают из средств массовой информации. Есть юридические способы, способы, по которым доводится до каждого жителя. Соответственно, эти нормы тоже были доведены в соответствии с законодательством, с федеральным. Был в Красноярском крае федеральный министр экологии. Значит, министерство экологии обращалось в СМИ, давало эту информацию. Поэтому о законодательных актах, которые производятся на территории региона и страны, доводятся соответствующим путем до всех. На самом деле они все понимают, это некое такое лукавство, по которому, а я не знаю, что мне делать. Дом, если он находится, если в доме две квартиры, четыре, некоторые такие дома принимают решение. Мы не хотим входить в состав управляющей компании, мы переходим в непосредственное управление, что тоже является законодательно верным и справедливым. Что такое непосредственное управление? Когда именно их домом никто не управляет, они сами персонально заключают договоры на поставку электроэнергии, на поставку воды, на водоотведение и в том числе на утилизацию твердых коммунальных отходов. Если дом находится в непосредственном управлении, они сами им управляют, тогда они и заключают эти договоры. Это тоже обозначено в законодательстве. А для тех, кто до сих пор не заключил договорки, это штрафные санкции, значит, присмотрены? Ну, штрафные санкции по статье 5.1, если у вас есть частный дом, и вокруг этого частного дома куча мусора, конечно, вы за нее будете отвечать, и районная администрация обязательно примет эти меры. Вот сегодня я только разговаривал с главой Светловского района, он заехал в частный сектр, обнаружил там дистанционированную свалку мусора, поэтому тут определен был, чей это мусор, какие дома находятся, и сегодня составлены протоколы об административном правонарушении. А относительно квартирных домов, если у них будет в их ситуации? То есть, в принципе, если человек ездит в свою юрлицу, не заключил договорную житель? Ну, если мы живем в квартирном доме, соответственно, дом находится в управлении одной из управляющих компаний, либо ТСЖ. ТСЖ, управляющие компании, должны иметь на руках договор о вывозке твердых коммунальных отходов, и в соответствии с этим договором должна осуществляться вывозка. Каждому договору, неотъемлемой частью его, является график вывозки сбора твердых коммунальных отходов. Соответственно, исполнение этого графика, это и есть исполнение условий договора. Поэтому председателем Совета Новиквартирных Домов каждый житель обращается к председателю Совета Новиквартирного Дома и говорит о том, что произошли какие-то события, и, на мой взгляд, наш мусор не выносит. Председатель Совета Новиквартирного Дома обращается в управляющую компанию. Соответственно, управляющая компания начинает работать с подрядной организацией, которая непосредственно в его доме вывозит мусор, и с региональным оператором. Такая схема взаимодействия, она прописана, она является законной, и на основании федерального законодательства она предусмотрена таким образом. Владислав Анатольевич, о готовности региональных операторов. Вы сказали, что в новогодние праздники они, соответственно, брали технику по договору муниципальных компаний. А как обстоят дела, собственно, с оснащением региональных операторов с необходимыми лицензиями по вывозу и переработке мусора? Можно я прекратила? Вот сейчас пройдет суббота, да, муниципальная техника, которая сейчас помогает, она уйдет с улицы, дальше оператор не справится? Ну, смотрите, наша основная задача, это сегодня вот эту критическую массу, которая заросла мусором в районе. Соответственно, мы с вами производили мусор, пока сидели на каникулах. Активно, активно, активно. Вот эти мы привысили определенные нормы накопления, о которых в интервью говорил региональный оператор, которые не были ему сначала обозначены. Но он должен был быть к этому готов, соответственно. И он понимает, в какой части он недоработал. Сегодня мы должны снять вот эту сложную ситуацию с излишним накоплением мусора. Это первая часть работы, которую выполняет региональный оператор. Вторая часть, это отсутствие водителей у его подрядных организаций. Мы стали уже разбираться, мы стали погружаться дальше в суд. Некоторые подрядные организации и перевозчики прямо в зале на нашем оперативном штабе сказали, отчего у меня водители ушли и праздник отмечают. И новых я водителей найти не могу. Ну, водители это такие же наши с вами соседи и тоже, видимо, имеют право на отдых, да, но только мы пострадали с вами. Ну и следующая ситуация. Определенное отсутствие количества техники. Теперь региональный оператор он скорректировался, он посмотрел, где ему еще надо взять технику. Он сориентировался по среднесуточному мусорообразованию. И теперь он должен со следующей недели уже войти в штатный режим. По его оценкам, где-то у него стоят еще приобретенные дополнительные мусороводы, дополнительные техники, которые здесь работают. Я вам сегодня говорю ту информацию, которую я ему получил, и рассчитываю, что эта информация все-таки подтвержденная. Поэтому считаем, что с учетом вот этих факторов, которые помогают на сегодняшний момент мобилизоваться, в том числе с участием администрации города, с учетом тех поручений, которые дал глава города, я считаю, что мы в ближайшее время действительно эту тему закроем. Коллеги, все по мусору? Давайте теперь про выделенные полосы, как это говорится. У всех из дворов вывезли, нет? У вас есть уникальная возможность. У кого еще нет? Кто живет на 2-й Хабаровской высотной Вильского, Гусарова, Забабонного, Карбышева, Галинина? Какого-то длина Южкова, Высотная. Телефон нельзя. А у меня это Октябрьский район. Это Октябрьский район, у меня там в телефоне еще несколько десятков адресов. Жалобы в основном на левый берег, да, получается? Жалобы есть и на правый берег, но смотрите, в чем разница. Оператор, который работает на правом берегу, это оператор, который работал весь предыдущий период в городе. У него нет никаких загадок, он знает, где в каком дворе, каким образом люди проводят праздники, в каких домах уезжают. В этом районе люди привыкли, там в теплых краях, правда. И там у него все корректировано. Это просто опыт работы и вся предыдущая история работы, которую перевозчик на правом берегу знает. На левом берегу я не оцениваю сегодня плохой перевозчик, хороший перевозчик. Я говорю, что этот перевозчик опытный, этот региональный оператор опытный, этот региональный оператор еще нет. Вот мы попали в такую ситуацию, когда вот этот наработанный опыт, он отсутствовал у регионального оператора и у его перевозчика. Ладно, все, перешли, да, к следующему? Сейчас о чем говорим? О СУДД? Нет, про выделенные полосы. Значит, хронология событий будет выглядеть следующим образом. Комиссия по организации дорожного движения провела свою работу, мы доложили в голове города, и он согласовал о том, что в январе месяце у нас вступают в действие выделенные полосы. Вступают в выделенные полосы окончательно без поворота, потому что это элемент развития уличной дорожной сети и некий позитивный фактор для тех, кто ездит на общественном транспорте, как в целом и для общественного транспорта. Первое, что мы говорили, почему на первом этапе выделенные полосы у нас не сработали так, как это необходимо было, ну, это прежде всего отсутствие такой связи, как Николаевский мост, улица Коплоро. Эту связь сделали, сделали все развязки, подъезды, разъезды, и теперь вот эта инфраструктура, она сегодня работает активно, и жители города Красноярска активно этой дорожной связью пользуются. Работает здорово, сам неоднократно там ездил. Можно попасть на улицу Дубровенского, можно попасть на правый берег через Николаевский мост и развязку, Волочаевское Копло. Поэтому очень удобно, и мы считаем, что для дорожной инфраструктуры это очень важный исторический фактор. Следующий момент. Где-то были не окончены еще определенные виды работ на тот период, и они сегодня, естественно, все закончены, вся уличная дорожная сеть приведена в порядок. Следующий момент, я потом скажу дальше. Сегодняшнее содержание уличной дорожной сети позволяет сказать, что проезжая часть является безопасной практически весь период. Не особо много у нас сегодня замечаний по состоянию уличной дорожной сети, по состоянию дорожного полотна. Поэтому этот фактор говорит о том, что тоже можно уже вводить действия на выделенные полосы. Ну и сам сформировавшийся трафик, после того, как введены были новые участки уличной дорожной сети, он уже стал понятен и очевиден. Поэтому хронология событий выглядит следующая. Я сегодня говорю даты, на которые мы с вами будем ориентироваться, которые у нас должны появиться во всех публикациях, в соцсетях, которые у нас должны появиться в СМИ и в газете «Городские новости». Это 14 января будет здесь конференция, на которой руководитель управления дорог расскажет все элементы развития выделенных полос участков уличной дорожной сети. 15 января мы получаем публикацию в газете «Городские новости». В газете «Городские новости» будет обозначено действия выделенных полос с адресной привязкой, где они будут работать, где они будут находиться. И с 26 января, это суббота, выделенные полосы будут в Красноярске уже действовать. К этому времени будет соответствующая дорожная знаковая информация везде размещена, а знаки, которые будут зачехлены, будут, соответственно, открыты все. И в субботу, 26 января, мы будем с вами двигаться по городу с учетом выделенных полос. То есть до субботы не просто хватит, но сейчас смотришь, никто не ездит по 1-20. На всякий случай, правильно. Надо привыкать, да. Напомните, где какие-то заработки? Вам напомнят все 14 января. Много же было споров на тему коммунальной, но у нас нужна ли там полоса, рульца, Тотмин, Академия, Высотный. То есть такие спорные участки, на которые больше всего влажало, ну в том числе, Адемия, 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 Адемия. Вот вы как-то принимали по вниманию эту информацию, или все-таки надо и будем делать? Конечно, работала комиссия, мы оценивали, но давайте сегодня определим, что мы, жители всех Красноярска, разделились на некие такие две части. Кто движется на автомобилях, кто движется на автобусах. Я могу сказать, что подвизной автобусный парк тоже улучшится. Это тот самый аргумент, когда говорят, вы дайте хорошие автобусы, мы поедем и на автобусах. Поэтому этот вопрос тоже в ближайшее время будет решен. Час автобусы поступило в город, час еще будет поступать. Поэтому транспортная тема точно у нас развивается. И развитие свое получается будет. Поэтому действительно оценили все участки. Мы не можем сделать на одном из участков движение по выделенным полосам общественного транспорта, потом их загнать в общий потом, и потом опять выпустить их на участки, там, где выделенная полоса общественного транспорта. Должны быть некие магистрали, некие логические составляющие и логистические составляющие от одной точки города Красноярска до другой точки Красноярска. Именно с этим учетом и были прорисованы выделенные полосы. Поэтому нам нужно будет с вами только привыкать к уличным потокам, правильно строить свои маршруты. И мы понимаем, что на эту нашу внутреннюю настройку и перенастройку уйдет определенное количество времени. Ну это примерно от двух до трех-четырех недель. Когда из опыта все автомобилисты перестраиваются и понимают, как им логистически правильно и логистически верно двигаться. Я могу вам сказать, когда у нас сложная ситуация возникла на улице Придмостных со стороны Красноярского рабочего и торгового центра, и скапливалась действительно большая пробка, то на четвертый день мы фиксировали, по-моему, даже с участием журналистов, сидели в центре организации дорожного движения и смотрели, как в режиме онлайн, все-таки эта пробка уже в дневные часы, часы утреннего и вечернего трафика, она уже практически отсутствовала. Потому что люди перестроили свои маршруты движения и стали просто ездить через Николаевский мост, попадать на улицу Дубровинска, таким образом попадать в центр. Тоже мы с вами должны понимать, что в большом миллионном мегаполисе движение по прямой от одной точки к другой точке, это становится практически невозможно. Есть определенный трафик, который формируется, исходя из неких логистических центров. Где-то это торговые центры, где-то это офисные центры, где-то центры притяжения, которые носят другой характер. Поэтому вот исходя из этого и формировалось решение. Ну и один из основных аргументов, который дал нам возможность теперь уже точно и окончательно включать в работу выделенные полосы для общественного транспорта, это проект автоматизированной системой управления дорожным движением. Система управления, первый этап ее развития, она заработала. Напомню, что 1 октября была установлена полностью. Приступили к режиму настройки, тестирования, регулировали, оттестировали сегодня все светофорные объекты. Смотрели, как работают детекторы потоков, посмотрели, как идет переключение светофорных объектов. Сегодня можем сказать, что первый этап развития нашей автоматизированной системы управления дорожным движением готов привыкать и регулировать. Слово привыкать я говорю умышленно, потому что там есть детекторы потоков, которые действительно смотрят потоки. Привыкать и регулировать дорожное движение таким образом, чтобы исходя из трафика максимально сокращать напряженность на каждом участке уличной дорожной сети для того, чтобы повысить среднюю скорость движения транспорта. Поэтому в этой части автоматизированная система управления, она играет для нас очень большую роль. Напомню, что это первый этап развития АСУДД, второй этап развития АСУДД, мы приступаем в этом году. Дальше она совершенствуется, дальше она расползается от центральной части города и основных магистралей на более второстепенные, либо не так загруженные улицы. Потому что создать правильный поток только в центре невозможно. не зная на подходах к центру, как формируются потоки. Поэтому для того, чтобы полностью ее оттестировать, нужно знать и более второстепенные улицы. Ну и основная задача системы АСУДД, когда все дороги в границах города будут для нее видны, и все потоки будут распределяться равномерно по всем участкам уличной дорожной сети. Вот такая задача системы АСУДД. И с учетом содержания, с учетом работы, очистки дорог, то же самое проведена очень большая работа. Я хотел бы сказать об этом два слова. Почему? Потому что для нас очень важно, что мы в этом году практически не использовали с вами противогололюдных материалов, которые загрязняют наши дороги, улицы и ливневки. Если обратили внимание, на дорогах нет песка, гравия, мы на своих автомобилях не будем фары разбивать, стекла лобовые не будем разбивать. Просто нету абразивных материалов, которые бы влияли сегодня. Ну и на лакокрасочное покрытие, сколы бы не появлялись, сколы бы появлялись на машинах и так далее. Поэтому пришлось активно в зимний период проработать с химическими реагентами в качестве реагентов БИОНОРД. Если помните, в начале зимы у нас на многих участках образовывались такие лужи, к которым не привыкло население города Красноярска. В Москве зиму-то я посмотрел зиму, по лужам ездят и ни у кого там не вызывает особо сомнений. Они привыкли, лишь бы не было льда, лишь бы не было скользко. Ездят машины все грязные, по лужам плюхов, и все нормально. Мы к этому не привыкли, поэтому пришлось очень сильно поработать подрядом организациям. Сделали мы свою памятку, вот это называется памятка водителя, которая находится сегодня в каждом КАМАЗе, который занимается упоркой уличной дорожной сети, где написаны все параметры применения БИОНОРД. Это распределение количества материала, реагентов на один квадратный метр в зависимости от температурных и погодных условий. Устанавливается специально для того, чтобы не создавать большое количество луж. И на обратной стороне расписано четко, как действует водитель у при тех или иных погодных условиях. Что памятку водителя, если кому-то будет интересно. Поэтому она возникла не за один день. Она возникла с учетом опыта работы, ну, фактически с октября, с ноября месяца. И сегодня уже наши водители квалифицированы ей пользуются. Поэтому вот с учетом этих факторов мы считаем, что внедрение выделенных полос общественного транспорта, к внедрению выделенных полос общественного транспорта город сегодня готов. Осталось нам совместно с вами подготовиться, подготовить автомобилистов и подготовить тех, кто управляет общественным транспортом. А что касается автоматизированной системы управления дорожным движением. Тут недавно говорили о том, что ГИБДД попросила отключить таймер обратного отсчета на светофолоках. Скажите, пожалуйста, это распространство сделать или это только разговоры? Она действительно попросила, и на этих участках это уже сделано. Значит, в чем суть вопроса? Таймер обратного отсчета – это некий психологический фактор. Во-первых, это ярко горящий моргающий свет, и водители начинают ориентироваться на таймер обратного отсчета. Я понимаю, что не все водители сегодня внимательны достаточно за рулем. Никто не смотрит на сигнал светофора и начинает ориентироваться на таймер. И сегодня обратили внимание, там, где стоят таймеры, то движение на красный свет, либо на желтый свет, еще не загоревшийся, зеленый, в большинстве случаев происходит именно на этих перекрестках. Поэтому экспериментально определили, что нужно будет отключить несколько светофорных объектов, которые будут работать без таймера. Давайте мы с вами будем ориентироваться по старичкам на красный и зеленый цвет светофора. Потому что желтый – это сигнал светофора, он не для нас, он промежуточный. Кто-то, когда говорят, я проехал на желтый, нельзя проезжать на желтый. Можно приезжать только на зеленый, а желтый сигнал – это тот, на который двигаться с вами нельзя. И таймер обратного отсчета, он вносит еще одну коррективу. Кто-то ориентируется на желтый, кто-то начинает ориентироваться на таймер. И споры на административных комиссиях, которые мы с вами не видим, они говорят именно об этом, когда водитель говорит, да я там вот смотрел, уже все, закончился, секундомер бежать, уже там ноль загорелся, я поехал. И мы начинаем объяснять на таймере ноль, а здесь еще горит желтый, а ты уже поехал. На самом деле ехать можно только на зеленый. Поэтому возвращаемся к началу правил дорожного движения, к красному и зеленому сигналу светофора. То есть не все отключили, а несколько, правильно? Или все? На каких перекрестках? И да, много лет. Значит, давайте я предлагаю обсудить это со специалистами, которые непосредственно управляют центры дорожного движения. Они с ГИБДД корректировались, смотрели, где это нужно сделать, но предлагаю, опять же, ориентироваться вот только на сигнал светофора. Если конкретно интересуют те места, которые они сегодня отключили, то вы сориентируетесь абсолютно с центром организации дорожного движения, с руководителем управления дорог, по-моему, четко скажут, и они сегодня вместе с ГАРИ отрабатывают эту тему. Можно вернуться к автоматизированной системе? Я бы сказал, что первый этап завершился. Что это значит для горожан? Я бы сказал, что следующий этап начнется уже в этом году. Какие-то результаты мы увидим сейчас? Ну, давайте я еще немножко возвращусь к тому, что я говорил до этого. Первый этап – это основные магистральные улицы, это центр города и основные магистральные. Там полностью управляется автоматизированная система управления дорожного движения. Чтобы город рассматривать в комплексе, а не только центр, нам надо знать потоки и на более второстепятных улицах. Когда мы будем знать все потоки на 100% улицах, тогда у нас четкая будет организация дорожного движения и в центре, и не в центре, и в спальных районах, и правильное, равномерное распределение автомобилей по всем участкам улицей дорожной сети. Это задача максимум – распределить потоки равномерно по всем участкам. Поэтому система будет развиваться дальше. Началась она с центральной части, с самых напряженных магистралей, и дальше уходит более периферийная улица. То есть, если мы сейчас в центр заедем, на какой-то основной участок, там работают именно… У вас сейчас в центре и по всем основным магистралям, там, если хотите, Копылова, Свободный, Красноярский рабочий, Матросова, Коммунальный мост, Партизана-Железняка. Везде работает автоматизированная система управления дорожным движением. Как только поток начнет накапливаться, детекторы увидят накопление потока, и включат вам зеленый свет светодобор. С учетом того, что с поперечной стороны противоположный сигнал, там не произойдет шов накопления. То есть, сегодня в магистрале все управляются через заслуги для дорожного. Александр Анатольевич, вы упомянули про обновление подвижного состава. Можно поподробовать о каком предприятии и конечном? По обновлению подвижного состава у нас с вами сегодня обсуждений не было темы. Давайте мы возьмемся за нее и обсудим отдельно. Пока это идет только формирование, обсуждение и так далее. То есть, это целый проект. Понимаем, что это прерогатива больше краевой власти, но хотелось бы ваше отношение знать к повышению тарифа на проезд, раз есть возможность. В смысле, будут ли какие-то новые требования для перевозчиков из города, в конце концов, с перевозчиками работать? Давайте объективно так. Действительно, ни город, ни администрация, ни глава города, ни я, мы никогда не сказали, что это не наше дело, это дело краевое. Потому что город Красноярск, и жители, это наши жители, мы за этих жителей отвечаем. И в любом случае, мы считаем, что одно без другого невозможно. Более трех лет не менялся тариф. Давайте посмотрим с вами на бензозаправке, что произошло за три года. Поднимите свой сюжет в трехлетней давности, найдите автозаправочную станцию, и посмотрите, что изменилось. Мы можем сколько угодно не замечать этой проблемы, сдерживать тариф, но мы идем тогда к системе ухудшения условий перевозки пассажиров. Ухудшать ее можно до бесконечности. Можно брать водителей, которым платится меньшая заплата. Можно брать автобусы, которые давно не ремонтируются. Можно брать автобусы менее экологического класса. Но платя меньше за проезд, мы сами ухудшаем условия нашей же перевозки. Поэтому все-таки мы должны к этому отнестись логично и правильно. Я считаю, что рост тарифа должен быть интегрированный. Не одна цена для всех. Тот, кто пользуется постоянно автобусным транспортом, он должен иметь какой-то проездной билет на определенный период, как это было в советские времена. Для другой категории населения тоже самое должен быть отдельный тариф. Когда ты покупаешь один билет на одну поездку, наверняка у него должна быть максимальная цена, когда ты не являешься постоянным пользователем общественного транспорта и так далее. Он должен быть обязательно интегрирован. Но мы сегодня должны сами для себя, сами для своих жителей и соседей создать нормальные условия перевозки. К сожалению, сдерживание тарифа, оно не ведет к никаким позитивным результатам, ну, кроме лишних двух рублей в кармане. Но вам на самом деле получить хорошую услугу хочется всем. Поэтому давайте все-таки будем ориентироваться на это. Спасибо. Коллеги, все. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.